Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию Аудио Учебники История Азербайджана, 5 класс Параграф 31. Историки-летописцы Писать историю так же трудно и почетно, как и создавать саму историю. Историю надо писать такой, какая она есть в реальности. Ты, уже, знаком с деятельностью народных героев, государей и полководцев, создававших полную героизм и историю нашего народа. Теперь же, будем знакомиться с историками-летописцами, написавшими нашу славную историю. Каждая страница, которой полна поучений, вызывает чувство гордости за наших героических предков. Аббаз Гулу Ага Бакиханов родился в 1794 году, в селении Хиля. Ныне Амираджан, близ Баку. Он был сыном одного из бакинских ханов. В юношеские годы он получил превосходное образование. В совершенстве изучив арабские и персидские языки, литературу, богословие. Позже Аббаз Гулу Ага Бакиханов переезжает в Тифлис. В то время, здесь располагалось главное управление России по Кавказу. Аббаз Гулу Ага поступает сюда на военную службу. Он серьезно изучает русский язык. После чего его назначают переводчиком по восточным языкам, в канцелярии главнокомандующего России. Служа в русской армии, он возвысился до чина полковника. Удостоится такого высокого военного чина. В те времена для мусульманина было чрезвычайно сложным делом. Аббаз Гулу Ага Бакиханов присутствовал при переговорах между Россией и Гаджарами в Туркменчае. Став свидетелем разделения родины на две части. Во время службы в Тифлисе. Он дружил со многими русскими, грузинскими писателями, а также писателями других стран. Бакиханов был близким другом семьи гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Бакиханов был ученым, хорошо разбирающимся в ряде наук. Он является выдающимся азербайджанским историком. Написанное им в 1841 году произведение. Бюлистань и Рем, райский цветник, сыграло огромную роль в развитии исторической науки в Азербайджане. Произведение охватывает период истории Азербайджана и Дагестана. Начиная с древнейших времен до 1813 года. При написании этого произведения он использовал греческие, римские, русские, грузинские, восточные источники. В произведении также нашла отражение борьба народов Азербайджана и Дагестана против несправедливостей. Бакиханов этим произведением увековечил историю своего народа. Бакиханов также занимался астрономией, географией и другими науками. Он писал, добро и богатство превратятся в прах, сила и власть будут утрачены. Единственным надежным богатством, на которое можно было бы положиться, является наука и этика. Бакиханов, ставивший науку превыше всего, большое значение придавал и путешествиям. Он отмечал, что путешествие обогащает познание человека, знакомит его с миром. Среди азербайджанских ученых особое место принадлежит и Мердзеки Зимбеку. Бакиханов, был ученым, хорошо разбирающимся в ряде наук. Он является выдающимся азербайджанским историком. Написанное им в 1841 году. Произведение. Бюлистань и Рем, райский цветник, сыграло огромную роль в развитии исторической науки в Азербайджане. Он является одним из знаменитых ученых 19 века, с мировым именем. Настоящее имя Мердзеки Зимбека, Мухаммед Али. Его отец Гаджи Гасам, был главой религиозного управления в Дербенте. Мердзеки Зимбек, с детства получил всестороннее образование. Он изучил арабский язык, Коран. Еще в 17-летнем возрасте он написал книгу по грамматике арабского языка. Мердзеки Зимбеком, впервые в России была написана книга о закономерностях языков восточных народов. Таким образом, им была заложена основа новой отрасли науки в России – Востоковидение. Выдающийся азербайджанский ученый Мердзеки Зимбек, является основоположником российского Востоковидения. Мердзеки Зимбек также написал произведение, посвященное исламской религии. Министр просвещения России, не давал разрешения на издание произведения, выдвигая различные обвинения. Будто бы Мердзеки Зимбек, своим произведением пропагандировал, распространял ислам. Вот почему, гениальный ученый вынужден был перевести отдельные части книги. На английский и французский языки, и издать их в Лондоне и Париже. Лишь после этого ему разрешили издать книгу в России. Почти все труды Мердзеки Зимбека были переведены на английский, французский языки и изданы в Лондоне и Париже. Именно поэтому Мердзеки Зимбек был широко известен в зарубежных странах. Он был избран в члены Академии наук и научных обществ многих других стран. Мердзеки Зимбек был трижды удостоен высокой награды Российской Академии наук. Королева Англии наградила Мердзеки Зимбека золотой медалью. Деятельность Мердзеки Зимбека, как историка, также заслуживает внимания. Им были написаны труды по истории древних времен. Из средних веков арабов, персов, народов Азербайджана, Кавказа, Центральной Азии. Великий ученый, своими произведениями, внес важный вклад в развитие исторической науки в России. Во время траурного митинга, в связи с кончиной Мердзеки Зимбека, министр просвещения России, назвал его смерть большой утратой. Несмотря на то, что великий ученый всю жизнь, жил вдали от родины, он, никогда не прерывал связи с Азербайджаном. Мердзеки Зимбек, дал высокую оценку творчеству Низами, Абаз Гулу Агаба Киханова, Мерзы Фатали, Ахунзади. В вопросе изменения арабского алфавита, он был одного мнения с Ахунзади, защищая его. Кроме того, Мердзеки Зимбеком, была написана первая научная грамматика нашего языка. Мердзеки Зимбек, везде достойно представлял азербайджанский народ. Он неустанно трудился, во имя прославления своего народа, во всем мире. Его деятельность на этом поприще достойный пример, для подражания будущим поколениям. Наш народ, по праву гордиться своим сыном, великим ученым Мердзеки Зимбеком, заложившим основу востоковидения в России. Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху в вашем самообразовании. Аудио, учебники Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видео уроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова